здравствуй зритель на онт пропаганда которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой в этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей неделе о самом главном но не только о днем меня зовут игорь тур это моя пропаганда начнем ну что поздравляем всех с тем что пришло к нам календарное лето хотя погодное лето стараниями дмитрия рябова пришло к нам на пару недель раньше жарким это лето будет обязательно как минимум для журналистов потому что эти три месяца еще и сентябрь это период когда вы чаще отдыхаете а мы больше работаем александр григорьевич прямо сейчас в монголии а я кстати говоря прямо сейчас а пропаганду мы если вдруг кто не знает записываем это не прямой эфир я в самолете куда не скажу но скоро вы все узнаете у нашего президента не бывает выходных и де юра потому что по конституции у нас нет должности вице-президента и нет человека которому президент мог бы законно передавать свои полномочия так что глава государством является лидером страны 24 на 7 365 дней в году на минусы недели александр лукашенко спрашивали вот как раз об этом мол как президент летом собирается отдохнуть не в первый раз спрашивали такое но все же есть необходимость напомнить а как вы планируете отдохнуть летом если у вас любимые места отдыха вы знаете президент не может белорусский отдохнуть потому что у него нет вице-президента то есть нет заместителя и где бы ни находился президент беларуси он свои полномочия никому передать по конституции не может поэтому вот такого общепринятом понимании отпуска ну вот как вы это видите написал заявление пошел там 20-30 дней в отпуске такого нет я не представляю как можно лечь на пляже и жарится под солнцем бывая на юге ну я пробовал там где-то поваляться на пляже ну час это не мое мне надо чем-то заниматься там начиная с утра спорт если его ты где-то нашел день свободный хотя таких дней еще раз говорю свободных не может быть по закону у президента любимые места орша я люблю делиться с аудиторией профессиональными инсайдами потому что они на мой взгляд позволят аудитории чуть лучше понять как у нас все в стране работает президентский пул каждую пятницу получает график работы главы государства на следующую неделю чтобы исходя из этого графика понятное дело спланировать собственную работу кто куда едет летит бежит или лежа наступает понятно что президентство это профессия самая сложная в мире график этот никогда не бывает статичным что-то отменяется что-то добавляется что-то третье переставляется местами но все же так вот в этом графике никогда не бывает пометки выходной то есть по прошлой неделе график выглядел так понедельник встреча с губернатором российского региона вторник участие в медиафоруме в могилёве среда орша посещение предприятия оборонного сектора суббота убытие в монголию естественно воскресенье это гос визит в монголию естественно у вас возникает вопрос по четвергу и по пятнице так вот в графике который мы получаем никогда не написано выходной потому что если у главы государства в какой-то день нет публичных мероприятий которые мы покажем по телевизору это совершенно не значит что он не на работе и не работает такие дни в графике отмечены пометкой работа с документами потому что это важнейшая часть работы президента участвую в медиафоруме изучая промышленность сельским хозяйством объективно невозможно сесть и изучить эти тонны проектов указов которые предлагаются на подпись главе государства и если лукашенко не проводит утром днем или вечером публичных встреч визитов и переговоров значит он или во дворце независимости или у себя как говорит президент в деревне но в рабочем кабинете он изучает эти документы что-то подписывает а что-то отправляет на доработку рядом в это время находится такая штука как телефон правительственной связи посредством которого ежедневно десятками штук главе государства совершаются доклады министров и прочих чиновников одни докладывают ежедневно другие еженедельно третий по запросу знающие люди говорят что телефону вот в такие дни работы с документами приходится очень нелегко от объемов в телефон говорения вместе с этим александр григорьевич как говорят уже другие знающие люди такие дни запланированные под работу с документами он практически всегда генерирует изучение вопросов не по бумажке а лично то есть когда физически глава государства у себя на родине работает с документами читает например доклад о выполнении поручения создать здесь экспериментальное хозяйство которое займется селекцией разных культур чтобы затем технологии эти распространить по всей стране то в бумаге условно мин сельхозпрода чаще всего конечно написано что все хорошо хотя бывает и отмечается что хорошо но с оговорками прочитав вот этот документ президент открывает другой где о выполнении ровно того же поручения пишет уже некое иное ведомство они исполняющие чаще всего это комитет госконтроля президент читает два отчета того кто выполняет и того кто контролирует ход выполнения а дополняет картину александр григорьевич личной инспекции служба безопасности президента вместе со службой протокола это люди которые тоже работают 24 на 7 потому что очень часто случается команда выезжаем посмотреть лично прямо сейчас такие мероприятия не планируются журналисты туда добраться быстро не имеют возможности но в таких случаях на выручку приходят замечательные самоотверженные граждане из телеграм-канала пол первого которым для того чтобы показать картинку не запланированной работа президента в полях хватает даже смартфона с приличной встроенной камерой вот это ромашка появится цветочек да и что розетка это цвет побудет несколько дней тогда убирать на сенаж я к тому что наши не блещущие интеллектом оппоненты для своих еще более не блещущих интеллектом читателей накалякали на неделе статеек мол лукашенко сказал что у него нет выходных а мы тут посчитали сколько дней в году у него не было публичных мероприятий и встреч якобы это и есть выходные хотите для вас оппоненты самый лютый инсайд когда у главы государства в графике нет публичных мероприятий то вся вертикаль управления государством от правительства до председателей райисполкомов находится на своих рабочих местах потому что в любой момент на столе может зазвонить телефон и голос оттуда скажет с вами сейчас будет говорить президент не буду говорить за всю вертикаль но скажу что знаю несколько чиновников лично которые точно скажут следующее как раз дни когда у президента нет публичных мероприятий для них самое нервное и в эти якобы выходные чиновники в постоянном напряжении потому что в любой момент глава государства может или запросить какую-то дополнительную информацию или дать поручение в дополнение к имеющимся или позвонить похвалить но обязательно поставите новую задачу или чего уж там разнести в пух и прах за недостаточность выполнения какой-то госпрограммы все публичные мероприятия вместе взятые таким образом это лишь верхушка айсберга президентской работы даже работая в основном ту самую верхушку тот же президентский пул журналистов работает на износ я не жалуюсь я констатирую факт еще о нашей работе на примере допустим посещение главой государства предприятия легмаш в орше как это для нас работает во вторник я отработав участие президента в медиафоруме выезжаю вечером часов 8 из могилева в орше в этом прекрасном городе который год от года становится еще прекраснее я быстро ужинаю и лежу без задних ног потому что все утра у меня подъем прибытия на точку сбора и ожидания прибытия главы государства и мы не стоим как истуканы общаемся с чиновниками и заводчанами пытаясь чуть лучше понять что о чем нам вечером рассказывать начиная от базовых вопросов а что вы делаете вот с этой трубой и заканчивая но какими-то особенностями исполнения конкретных экспортных контрактов когда президент приезжает мы все уходим на несколько часов в режим максимальной концентрации потому что после двух часов инспектирования нужно быстро определиться с основными векторами репортажа а для этого нужно очень сильно постараться и понять даже в нюансах чего требует от этого предприятия и всей отрасли глава государства когда александр григорьевич уезжает напомню не отдыхать а работать с документами и корректировать работу чиновников по телефону у нас наступает самая жара потому что нужно написать текст нужно читать его записать дополнительно интервью со всеми участниками инспектирования а потом монтаж репортажа в шесть рук и даже в шесть рук это занимает очень много часов для нас в регионах оборудуют пресс-центры иногда это именно вот такие задачи из проектированное помещение но чаще всего нет пресс-центры были у нас в загсе в доильном комплексе или вот в орше в игровом зале местного спорткомплекса и я хочу орше передать большое спасибо за прием потому что местные постарались и кроме обедов для не имеющих лишних минут журналистов организовали целый холодильник со вкусным местным мороженым что в зару было вот прям очень к тему искренне орша спасибо за заботу и принятие верных правильных решений без какой-либо указки сверху и когда направлены эти решения на людей они на красивые отчеты закончили монтаж мы в среду относительно рано часов 6 вечера так что 21 00 я уже был дома хотя обычно это ближе к полуночи а на завтра утром снова на работу я это все веду к тому что если есть иллюзия что работа пула и в целом профессия репортера это что-то не самое сложное мол пиши себе говори ртом и стой в кадре красивый все могут попробовать при желании и очень быстро убедиться что это ой как непросто в пятницу те кто в непростой профессии тележурналиста добился успеха чествовали в минске на церемонии вручения телевершин а все в белорусском телевизоре они хотят получить эту статуэтку а получив хотят тут же вторую я был на церемонии которая обычно проводится раз в два года в четвертый раз в 2015 я отработал на онт где-то полгода сильно завидовал номинантом которые были в тот вечер легкими и воздушными в идеально отглаженных костюмах из шикарных платьях а я в это же время приехал делать репортаж о тех кого признали лучшими в делании репортажа психологически это конечно такое себе удовольствие а дополнено но было еще и многокилограммовым аппаратом за плечами для передачи картинки в теле эфир спустя два года в которой я пахал как проклятый я уже стоял на сцене телевершины и категорически гордился своими репортажами из сирии за которое во многом награду и получил как лучший репортер уже как политобозреватель сегодня я хочу подметить один интересный нюанс в 2016 в одном из моих репортажей из объятой гражданской войной сирии прозвучала формулировка типа формально это противостояние войск правительства асада и вооруженной оппозиции но по факту это противостояние россии и сша на территории сирии где также интересы есть у соседней турции семь лет назад эта фраза чуть ли не вызвала дипломатический скандал и чуть ли не привела к условному четвертованию ее автора то есть меня причем со всех сторон я к тому что время быстротично тогда говорить совершеннейшую правду было почему-то не принято и не нами принято а как-то вообще в мире а сегодня мы слава богу вынуждены давать нашей аудитории правду запрос на которую в обществе вырос очень сильно меня это категорически радует в 2019 телевершину не проводили потому что нарастал коронавирус в двадцатом было вообще не до нее как и в 2021 в 22 я еще раз поднялся за статуэткой на этот раз за авторскую программу которую вы сейчас смотрите в пятницу жюри меня никак не отметила так что буду работать усерднее чтобы через два года стать трижды лауреатом но я категорически благодарен организаторам этого шоу а это самый лучший телеканал в стране телеканал о нт за предложение подняться на сцену и сказать что-то о своей профессии я постарался сказать на мой взгляд самое главное знаете когда ты становишься отцом твоей жизни появляются два слова которые в корне меняют всю твою жизнь это два слова никогда больше никогда больше моя дочь не пойдет в первый класс и не будет от волнения прижиматься к папе она не знает получится ли у нее рассказать этот первый детский стишок никогда больше маленький сын не будет путать папин нос маминой грудью не будет смешно так посасывать и без зуба а жена не будет говорить ну что вы делаете никогда больше моя юлиана не попросит разрешите ей покормить моего сашу из ложечки зритель он смотрит на экран видит журналиста который в эфире снова и снова но он не подумает о том как где-то важной командировки ты думаешь о том как там жена у тебя одна в минске справляется с двумя детьми они не увидят как иногда пишутся эти тексты где-то в ночи урывками пока ты взбиваешь температуру старшей и они никогда не увидят глаза самого лучшего мальчика на свете который бежит двери он не умеет разговаривать но он показывает что папа пожалуйста не уходи опять на работу мы все люди конечно нам очень приятно когда зритель благодарен нам за нашу работу потому что цена успеха в нашей профессии очень часто пропускать то чего в жизни не будет никогда больше я сейчас не жалуюсь я хвастаюсь у меня любимая жена любимые дети любимая профессия а любимых не отдают дополнять ничего не буду разве что с учетом вышесказанного мои особые поздравления всем триумфатором особенно без обид всем победителям от унт но еще хочу отметить один важный момент церемонии который дает ответ на вопрос вот мы журналисты белорусских госсми все же конкуренты скорее или скорее партнеры за доли телесмотрения и аудиторию мы конечно конкурируем но председатель правления телеканала унт марат марков по своих коллегах руководителях телеканала ств и белки радио компании мы бы не справились без тех кто сидит в этом зале и я говорю не об унтешниках без вот такого вечно сурового а еще теперь объединившегося с союзом женщин осенко александром александрович который четко видит что как надо стимулировать коллег и уже сам несмотря на недолгий срок работы в качестве руководителя конкурирующего телеканала уже делает классные проекты о чем предыдущая номинация и говорит естественно без постоянно несколько ироничного немножко ехидного взгляда иван михалыча которые умеют делать проекты которые начинают почковать друг друга фактор бай фактор 60 плюс да ну скоро будет там еще какой-нибудь фактор на самом деле классные проекты и поверьте мне если бы вот вас не было мы бы работали несколько хуже но вы есть и поэтому мы будем работать еще лучше у себя в телеграм-канале главный . тур на которой кстати стоило бы всем подписаться я на прошлой неделе критиковал тех менеджеров среднего звена которые на диалоговых площадках с молодежью этой самой молодежи пишут дурацкие или менее дурацкие вопросы которые молодежь должна выучить и задать высокому гостю с разной степенью актерской игры чтобы высокий гость на них как-то триумфально ответил на мой взгляд это совершенно точно не нужно никому ни молодежи не тем самым менеджером среднего звена невысоким гостям которые всегда понимают что вопрос звучит кем-то детям написанный но почему-то не всегда этому смущающимся не стране это не нужно ни президенту никому нужно это только тем кто предпочитает не работать а создавать иллюзию работы когда я об этом говорю я ж не критикую ради критики я это делаю потому что хочу чтобы в моей стране все было самым лучшим это есть у меня в характере от природы но этому же я еще и сильно учусь у моего президента я очень такой жадный самолюбивый человек я хочу чтобы у нас было все лучше и журналисты хочу чтобы у нас были лучше и я тоже хочу чтобы наши поля были самыми зелеными наши реки самыми голубыми озера самыми чистыми или я искренне хочу чтобы наши тракторы были самыми лучшими и чтобы за ними выстраивались очереди и я верю что таких людей как президент у нас много но если я условно знаю что в нашем тракторе есть проблема то от того насколько громко и часто я буду говорить в эфире что наш трактор самый лучший самым лучшим он от этого не станет он лучше конечно потому что он свой родненький но это не значит что он объективно лучший по сути критикой правда нужно быть осторожным она всегда имеет право быть но не всегда на к месту критика может стимулировать развитие а может стимулировать стагнацию смотря какая смотря где хотя зритель конечно с куда большим интересом будет смотреть как я разношу в пух и прах допустим вот какую-то отечественную селку чем если я ее буду хвалить вот такая человеческая природа а теперь почему я не журналист а я пропагандист или сотрудник государственной пропаганды потому что моя работа первично это даже не новости не информирование населения и не развлечение его чем-то острым и жареным моя работа транслировать государственную позицию страны и естественно ее лидера внутри государства и на внешний контур защищая таким образом в медиа интересы государства и интерес его граждан и быть пропагандистом это лучшая работа в мире потому что она делает жизни людей лучше даже если не все это понимают не все согласны и не все оценят на прошлой неделе президент участвовал в медиафоруме где говорил о том какой должна быть это самая государственная пропаганда если коротко она должна быть умной ну что вы все время трепете эту украину вы же не забывайте о том что когда-то нам придется с ними налаживать отношения это соседская наша страна это родная нам страна и я убежден что те кто говорит жестко об украине не понимают что подавляющее большинство в украине нормальные люди но там информационно-психологической операции и сми и прочее забиты сегодня ну не только национально ориентированными людьми но просто нацистами а когда мы их начинаем бомбить молотить плохо воспринимают обычные люди это я вам не только свое мнение высказываю мы мониторим ситуацию в украине и мы видим и как как они говорят ну ну зачем нас батька так же батька поэтому будьте очень аккуратны продумывайте все выйти на экран и лепить там все под рад извините мне за это слово понося все и вся вокруг считая что ты уже во всем разобрался опасная тенденция подумайте над этим и это ведь не только про журналистику задача государства и тех кто принимает решения в государстве это не сделать хуже врагу не ярко поставить его на место и не замочить его публичным острым словом это все всего лишь инструмент а задача сделать лучше своему государству и своим людям это то чем успешно занимается александр григорьевич лукашенко три десятка лет в медиа в том числе и в медиа бывают разные времена бывает когда зеленский гнида а бывает и когда владимир александрович а на формулировки никак не влияют интересы зеленского украины или украинцев и я даже скажу что лишь во вторую очередь влияют интересы путина россии россиян приоритетные государственные интересы суверенной беларуси и ее граждан меня зовут игорь тур это была моя пропаганда увидимся в следующий понедельник